Дети Луны. Вторая часть. Из первой части мы узнали о том, что Земля захотела иметь разумных существ, и ей помогла в этом Луна. Но дети Луны оказались непочтительными к своей матери, что вызвало ее гнев. Луна перестала насыщать своих детей энергией. Итак, продолжение. Проблема у всех была одинаковая. Энергии Земли не хватает для здорового образа жизни. Люди были разбиты, потеряны. У кого депрессия, у кого агрессия. Мир потихоньку стал сходить с ума. Даже Агота осмелела и открыла причину их отношений, заинтриговав и в то же время разочаровав парня. Работа Аготы требовала много усилий и энергии. От ворот Луны она почувствовала одна из первых. Нервозность, беспричинный страх, покалывание во всем теле. После работы мозг взрывался, а Земля не могла дать ей то, что балансировала Луна. Агота чувствовала странные ощущения в горле, на языке, странная дрожь по всему телу. Она ушла от людей, ушла в дикий лес, повинуясь инстинкту выживания. Желание жить стучало в висках. Мутный взор, обострение обоняния. И вот она охотник на Олежка. Быстрый рывок. Клыки вонзаются в шею жертвы и акт безмолвия. Язык работает, как насос, качая кровь из тела. Она оживает и исцеляется. Вот поэтому она уверена и уважаема. И никакая мораль ее не остановит. К тому же ее еще не существовала. Морали. После этой исповеди Крас был в смущении. Он уже понял, что не землетрясение, не цунами будет наказанием матери, а изменение в них самих. У Крас-то был клиент, который рассказывал ему о своих превращениях. Когда голод одолевал его, он уходил в тот же лес, превращался в медведя, забивал зверюшку, съедал ее. И у него появлялись силы снова принять образ человека. Он много раз так уже делал и пришел не за помощью, а за подтверждением его правоты. Крас, времена меняются. Я много видел в лесу трупов и скелетов. Я не один такой, полузверь. Но скажи, Крас, открой мне тайну. Я же не один такой. Мертвой хваткой тряс он плечо знахаря и смотря прямо в глаза, ища ответ во взгляде. Тогда Крас честно ответил, что он первый, кто поведал ему о такой аномалии. Но он сходил в лес и действительно нашел оглоданные кости и трупы животных. Скелеты не вызвали у Крас-то удивления. Это или пикник щи, хищника, или полуживотного, о котором он только узнал. А вот высохшие трупы, это была загадка. А ответ оказался совсем рядом. И сейчас он сидел напротив него. В его доме с изучающим, недоверчивым взглядом и с наигранным ощущением вины, Крас видел, что у нее не было жалости к животным. Что нормально, а вот то, что она не имела страха перед своим изменением, вот это отклонялось от нормы и даже пугало. Человек, который превращался в животное, это было понятно. Большинство братьев ушло в тот мир. Но пить кровь, это какой-то неизведанный путь, который вызывал недоверие. А еще подтвердились его самые неприятные мысли. Агута относилась к нему как к энциклопедическому словарю. Еще в нем ответы. И эта мысль отравила все его существо. Он любил ее. Она отвечала тем же. Но все оказалось ложью. Высказывать свои претензии Крас не стал. Агута на ином уровне развития. В лучшем случае она рассмеется. Худшим исчезнет навсегда. От одной этой мысли в груди у Краса похолодело. Она ворвалась в его жизнь без стука. И уверенно заняла место, которое было предназначено ей. Сам Крас не чувствовал особенного голода, из-за которого ему надо меняться. Он умел брать энергию из камней. Он мог пойти на луг во время ветреной погоды и впустить в себе энергию движущего воздуха. Или лечь на поверхность озера и собрать в свои поры освежающую силу воды. Но Крас там учил тот же вопрос, что и его посетители. А есть ли такие, как я? Время шло, и луна не имела жалости. Все больше стало охотников в лесу. Одни любили мясо, другие – жидкость в сосудах живых. В итоге животных в лесу стало мало. А те, кто остался, тоже быстро приспосабливались к новым условиям. И развивали ловкость и быстроту движений. Люди начали охоту друг на друга. А что? Жить-то хочется? Смерть на земле была неизвестна. Можно съесть, можно выпить. Но старости и естественной смерти не было. И тем более размышлений о грехе, о стыде и о последствиях. Настали тяжелые времена. А если для того, чтобы выжить, сосед загрызть соседа, так тому и быть, вы же не будете осуждать акулу, которая поживилась рыбка. Такова ее природа. И исчез бы город Мельхион. И все человечество. Если бы неразумность магов. Они зачаровали тело желаний всего человечества на один день. Они нарушили священный закон о свободе воли. Да, нарушили. И космос промолчал. Сильнейшие маги человечества собрали всех, в ком теплилась еще хоть капля человечности. Выслушали. Собрали все факты. Тех, кто превращался в животных, назвали оборотнями. А тех, кто пил кровь, вампирами. И создали незыблемый закон. Вампирам отдают западную часть планеты, а оборотням – восточную. На том и порешили. Вот так и выжил народ. Луны и жив по сей день. Прошло с тех пор много тысячелетий. Эта история переписывалась множество раз. Вампиры считают себя особенной расой, а оборотней – дворняшками. Оборотни считают себя одухотворенными и любимцами Земли. Но все они – дети одной матери. Заблудшие отроки Луны. А как же Краст, спросите вы? Он мог бы научить пить камень или питаться лучами солнца. Но было уже поздно. Люди выбрали свой путь, не советуясь с Крастом. Он остался на восточной стороне Земли. Да, он навсегда потерял Аготу. Но прожить вечность в чуждом для него образе он не мог пойти на такие жертвы. А оборотни приняли его таким, как он есть. Он и сейчас живет в их стае. И очень надеется, что однажды он встретит такого, как он. А вместе они могли бы изменить человечество.